Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить гильдию воров. Собственно, финальная серия. Идем мстить Мерсеру. Отдай ключ, Мерсер. Полные лжи и нарушенных обещаний. Ноктюрнл плевать на тебя, на ключ и вообще на всю гильдию. Бездна Ноктюрнл, нежные глаза. Ноктюрнл тут ни при чем, это личное. Значит, месть? Да. Неужели мы тебя ничему не научили? Когда же ты откроешь глаза и поймешь, что мои действия не отличаются от твоих? Ты пытался меня убить. Мы лжом обманываем и крадем для собственных целей. Я хотел помочь тебе и гильдии, а ты пытался меня убить. Отличие в том, что у меня осталась честь. Конечно, ты никогда не будешь воспринимать скелетный ключ так, как я, как путь к бесконечному богатству. Вместо этого ты цепляешься за глупый кодекс. Пора умирать, Мерсер. Тогда жребий брошен. Мой клинок снова прольет кровь соловья. Карлиня, с тобой я разберусь, когда разделаюсь с твоими неприятными спутниками. А пока, может, тебе стоит получше познакомиться с Принюльфом. Что? Что происходит? Я могу остановиться! Сука! Забираем все! Скелетный ключ! Вот он как выглядит! Ого! Заберу все! Обваливается! Быстро! Хватаем скелетный ключ и глаз и бежим! Не везу! Ну куда? Если что-то обвалилось там за дверью, она не поддается. Нужно найти другой выход. Пока все не залило водой. Ну какие есть варианты? Черт! Да, дверь действительно не поддается. Что же делать? Ладно, надо держаться на плаву пока... Пока... Блядь, что? Может, я смогу выплыть через одну из этих труб, когда давление выровняется? Как в хрена! Что-то обвалилось! Это... Это выход! Это наш шанс! Фу! Это было опасно. Неужели все кончилось? 25 лет в изгнании. Осталось только вернуть на место скелетный ключ. Вроде все легко. Боюсь, все не так просто. Когда скелетный ключ был украден из сумеречной гробницы, мы лишились права входа во внутреннее святилище. Мы можем вернуть его, только пройдя путем паломника. Как я понимаю, ты не проходила путем паломника. Он создавался не для соловьев, а для испытания тех, кто хотел служить Ноктернл другими способами. Поэтому я не знаю, что ждет на пути. Что ж, тогда начнем. Бриньольд должен вернуться в гильдию, чтобы поддерживать порядок до твоего возвращения. А я... Я не могу предстать перед Ноктернл после того, как не уберегла ключ. Боюсь, тебе придется пройти оставшуюся часть пути в одиночку. Не волнуйся, я верну ключ. Возьми мой лук. Не знаю, пригодится ли он тебе в стенах гробницы, но тебе нужно все лучшее, а я обойдусь. Этот лук у меня чуть ли не всю мою жизнь, и он никогда меня не подводил. Надеюсь, и тебе он принесет удачу. Спасибо. Ну что ж, возвращение совместей. У меня есть важные дела. В другой раз поговорим. Вот она пещера. Вот он Иркентант. А нам нужно... На другой конец карты, черт возьми. Ладно, придется нанять повозчика. Тебе там не попадался, Пирс? Что? Что происходит? Мать твою, дракон! Еще и морозный. Элементная ярость однозначно. Не понял, оружие зачаровано. Твою мать, точно, я же забыл совсем. Давай, до свидания. Нет, только волки. Ну что ж, кузнец предлагает награду за пса, которую он вчера видел на дороге. Я надеялся, что тебе он попадался. Ну, буду продолжать искать. Ладно. Смотри, без глупостей, черт жаль. Говорят, стража рассвета возрождается. Да. Знаю. Имя богов. Даже и не знаю, что сказать. Да и ничего не говори. Так. Это, кстати, начало дейдрического квеста. Если у вас есть интерес, собственно, моих зрителей, я могу сделать отдельный выпуск, который я посвящу чисто дейдрическим принцам. Потому как я все эти квесты прекрасно знаю. Вот что, где брать. Это в основном надоедрические артефакты. Вот только интересно ли это будет вам? Оставьте, пожалуйста, мнение в комментариях. Что это за форт такой? Герои. О. Герой? Орк охотник там какой-то. Выкануть. О. Ты чё, за зайцем погнался? Как ты, мать твою? Чё такое? Что случилось? Нахаре? Нахаре, так и глаз выбить можно. Чё вы дерзкие такие? Да хорошие. Ребята, мы не хотим стреляться. Чё вы такие дерзкие-то? Ладно, потом зайду. Пожалуй, переночую я в этом фарту. Буду знать, что тут есть такая крепость. Ладно, пойдём. У нас срочные дела. Корлею надо спасать. Я не думаю, что Ноктюрнал простит ей пропажу скелетного ключа. Поэтому двигаться стоит быстрее. Да и заканчивать уже, это последний квест за гильдию воров. Так что, как только вернём ключ, всё закончится. Оно. Оно! Оно. 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 он невеликого нас сюда привел йоркин был он нам отцом или нет какая мне разница а потом он ушел на великую войну и не вернулся ну и скатертью дорога в общем мы тут с тех пор как себя помним так что уважай нас понял удачи славного денька ребятки саблезуба завалили соратники нихера вас занесло то прям возле самой гробницы хереть от пойдем я не знаю тебя но чувствую что ты из нас ну да я могу спросить тебя о том же последний соловей страж боюсь я один защищаю гробницу уже очень очень давно кажется целую вечность последний а что случилось с остальными нас предал один из нашего ордена на самом деле в том что тут произошло виноват я чем твоя вина я был ослеплен ослеплен темным коварством под маской дружбы возможно если бы я был более бдителен мерсер фрей не заманил бы меня на погибель и не украл бы скелетный ключ так ты гал ключ у меня у тебя скелетный ключ вот уж не думал снова его увидеть а мерсер фрей мертв значит все кончено пока нет смерть моя была ненапразно я в долгу перед тобой соловей меня вела верность гильдии твоя помощь спасла гильдию и наверняка они оценили твои жертвы пусть и не все благодарят тебя прямо я лишь сожалею что тебе пришлось пройти этот путь в одиночку нет мне помогала корлия корлия она еще жива я боялся что ее постигнет та же судьба что она падет жертвой предательства мерсера тогда возьми ключ и верни его на место ничто не доставило бы мне такой радости как возвращение ключа но это невозможно с того момента как я прибыл сюда я почувствовал что в общем так ты вообще-то призрак ты не можешь умереть гробница не просто храм или хранилище для ключа здесь находится черное озеро врата в царство Ноктюрнал вечно тень когда мерсер украл ключ эти врата закрылись ограничат нашу с ней связь значит мне придется идти в одиночку боюсь что да я слабее и чувствую что скоро меня не станет что делать слишком много лет я не мог восстановить свои силы причиненный бред можно исправить только пройдя по пути паломника к черному озеру и вернув ключ ладно по пути паломника так по пути паломника фигли еще не такое проходили слышу драугров нет а это я топа а соловьи 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 какого хрена ты еще Есть. Ага, вот тут, собственно, будет выход, походу, из этого. Замечательного места. Ладно, идем дальше. Не особо они сильные. Ну, пока, собственно, я их могу станить. Как только они начнут бить, мне будет очень и очень больно. Тю, блять, я назад пришел. Прикольная символика. О, а, ну да, у меня же легкая поступь. Давай не будем о плохом, ладно? А, я помню это место. Все, кто вышли на свет, умерли. Пред-сказуемо. И вот это, кстати, тоже. Блять, мне показать, что это кто-то стоит. Кошмар какой. Вот еще одна растяжка. Хорошо. Вроде как справились. Это что-то похожее на царство Гермеуса Моры. Только там, наоборот, нужно было держаться в свете. Чтобы нас эта тьма не съедала. Так, ну, тут все просто. Это царство тьмы. Поэтому свет нужно потушить. Идем далее. Ай. Я забыл, что у меня не кувырок, а рывок. Ну ладно. Блин. Серьезно? Хорошо, что не зацепило. Собственно, внутреннее святилище. Ну что? Другого способа, как... На Верочку. Какая-то записка. Хотите, прочитайте. Так. Так, все. Субтитры сделал DimaTorzok Вот и ключ И очередной защитник возвращает его сюда Теперь, когда его нервы становлены Ты стоишь передо мной, ожидая, когда тебя похвалят Погладят по головке или поцелуют в щерчках Тебе не дано осознать, что твои действия были ожидаемыми И являются не более чем выполнением твоего соглашения У тебя комплекс бога Не думай, что я гневаюсь В конце концов, свои обязанности ты выполняешь полностью Но мы с тобой знаем, что ни честь, ни долг, ни верность Тут и рядом лежат Главное, награда Ты думаешь? Не бойся Ты получишь свои побрякушки Удовлетворишь жажду богатства и могущества И я предлагаю не спить тебе из черного озера смертное существо Пить это? Нет Именно так рождается последователь Ноктюрнал Клятва принесена Жребий брошен И твоя судьба ожидает тебя в царстве вечно тень Прощай Делай так, чтобы ключ больше не крали Хорошо? Ладно О, корли Я рада, что тебе удалось благополучно вернуть ключ на место Ноктюрнал, похоже, довольна тобой Похоже на то Довольна? Я бы на твоем месте не принимала этого близка к сердцу Она всегда такая Думай о ней, как о суровой матери Которая постоянно подталкивает тебя на пути к успеху Она лишь кажется сердитой Поверь мне Если бы она была тобой недовольна Мы бы сейчас не разговаривали А, ну тогда ладно Ты говоришь, что я могу стать поборником Ноктюрнал? Такие у основания черного озера дают тебе силу соловья Узкий серп луны – знак поборника тени Полумесяц – поборника обмана А полная луна – поборника раздора А, все сразу нельзя? Так Ноктюрнал поддерживает равновесие Если тебе захочется изменить свои способности Ты можешь вернуться в гробницу и вступить в другой круг Но помни Изменять выбор можно не чаще одного раза в день И что теперь? Теперь начинается твоя новая жизнь Жизнь соловья Если возникнет нужда Тебя призовут в гробницу, чтобы защищать ее А ты? Гильдия приняла меня с распростертыми объятиями Кажется, пустота в моей жизни наконец заполнена Надеюсь только, что это не конец истории А ее начало И какой же истории? Ну, например, истории величайшей серии Краш в Скайриме Неплохо Карманы богачей набиты монетами А сундуки ломятся от сокровищ Все это так и просится в руки Мы, конечно, соловьи Но в душе мы воры И очень хорошие воры Согласен Расскажи про тень Поборник тени умеет оставаться незаметным Он умеет управлять тьмой И использовать ее себе на благо В лунной ночи или в темных комнатах Он становится невидимым в буквальном смысле Мне это подходит Обман Поборник обмана использует тень Чтобы сбивать с толку окружающих Иллюзия Сплетая узоры тьмы Он подчиняет других своей воле И может заставить их некоторое время драться за себя Иллюзия нам Ну и раздор Поборник раздора может посылать щупальца чистой тьмы В сердца своих противников Причиняя им большой урон И в то же время Эта нить укрепляет его собственную жизненную силу Делая его сильнее Ага То есть Либо полная луна Либо узкий серп Выбери свой путь И твое странствие завершится Блин Я хочу все-таки быть сильнее А не ныкаться по темным углам Гарлия? Гал Я боялась, что никогда тебя не увижу Что ты станешь таким, как остальные Если бы не этот соловей Твои опасения оправдались Мы ему крайне обязаны Что ты будешь делать теперь, любовь моя? Ноктюрнел призывает меня в вечный день Мой контракт выполнен Увижу ли я тебя когда-нибудь? Когда твой долг перед Ноктюрнел будет оплачен Мы снова будем вместе Прощай, Гал Смотри в оба Иди в тенях До свидания Вот и все Квесты закончены Можно возвращаться Где эта херня Портал к выходу И собственно Теперь мы сразу будем попадать в ту комнату Во внутреннее светилище Чтобы есть и что Поменять Эффект Вот этот Соловейный раздор Сто и день здоровья у цели сразу сжирает Так, это мое Знак воина Повышение навыков При улучшении шагов Адаптация Плащ Соловейный мраня То есть В принципе никаких таких эффектов Не дает Но Мы получаем Одну из лучших Бронь для Рог В этом плане То есть Лучшая все таки считается Броня темного братства Но Это тоже крайне крайне хороша Для дуала Самое то Но Если вы изучите зачарование То можете создать свою Любую броню Топовую Как легкую Так и тяжелую Но для дуала подходит Только легкая Что ж дорогие друзья Всем спасибо за просмотр Для того чтобы стать главой гильдии Нужно делать Огромное множество Одинаковых квестов В гильдии Я уже об этом по моему Рассказывал У Делвина Нужно выполнять Эти чесы Конторские книги И короче Это не то Нам по итогам Просто выдадут Улучшенную Броню Вот именно Воров Она будет называться Броня главы гильдии Вот и все Можно считать Что на этом Прохождение Гильдии воров Закончено Всем спасибо Дорогие друзья За просмотр С вами был Марс До новых видео Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok